После установки современных теплоузлов о подключении домов к централизованной системе отопления можно говорить лишь условно. Установленные на фасадах датчики автоматически срабатывают на температуру наружного воздуха. При ее понижении приборы включаются, при повышении плюс 13-15 отключаются. 8 октября температура воздуха была низкой, оборудование запустило подачу теплоэнергии, однако тепло пришло не во все квартиры. Некоторые дома пришлось развоздушивать до 15 октября. Причина задержки в отсутствии жильцов пятых этажей, хотя именно оттуда, с верхних этажей домов, начинается развоздушка. Тормозит работу и несанкционированная с нарушениями замена отопительных приборов в квартирах. Как говорят специалисты по ЖКХ, таких случаев становится меньше, но они есть. Были выявлены такие квартиры и даже вот дом подключаем, отдельные стояки, как некоторых квартир, приходилось отключать и исправлять. Хочется, пользуясь случаем, предупредить жильцов, что это на них накладывают дополнительные финансовые затраты, потому что все равно надо переделывать и надо делать так, как гласит, как нарисовано и что предначертано в проектах, а не доверяться каким-то, будем так называть, халтурщикам. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни лето пошлет нам прощальный привет. Будет тепло, а значит оборудование отключится и батареи будут холодными. Но когда похолодает, подача тепла возобновится. Специалистам обслуживающей организации останется только проверить исправность оборудования и отрегулировать на заданную жильцами температуру. На каждый дом, согласно тому, как жильцы решили, допустим, установить у себя режим днем 18, но это стандартный режим, ночью 16, некоторые жильцы по заявлению просят повысить температуру. Допустим, есть такие дома, которые устанавливают днем 23, ночью 20. И поэтому просто проследить, чтобы аппаратура выполнила именно эту заданную задачу. Увидеть и узнать, как выполняются пожелания владельцев квартир, старшие домов или доверенные лица могут обратившись к мастерам своих домоуправлений. Показания потребленной теплоэнергии снимаются дистанционно. Это препятствует несогласованному проникновению в теплоузлы и вмешательству в работу оборудования. Данные за интересующий жильцов период можно получить по письменному заявлению. Ответ с распечаткой показаний, печатями и подписями будет являться официальным документом. Рассчитывать на недорогое тепло не приходится, потому в ПЖКХ рекомендуют нам самим позаботиться о его сохранении. Специалистов особенно беспокоит судьба малоквартирных домов с печным отоплением. Те люди, которые на зиму уезжают, может, к родственникам, или у них еще есть какая-то квартира, и не проживают в этих домах, здесь нужно выбирать вариант. Или протапливать каждый день, чтобы не замерзала система холодного водоснабжения, или же подать нам заявление, мы эту воду сольем, а на весну опять заявление подать мы ее сольем, и будет опять все в нормальном режиме работать, зато трубы будут не разморожены, не испорчены, и утечки воды не будет. Мы таким жителям всем письменное предупреждение послали, однако никаких заявок на отключение воды мы пока не получили, и если мы будем иметь такие случаи, что вода будет утекать, и нарушены трубы, то, к сожалению, мы вынуждены все убытки выставить на жителей этих домов. Жителям многоквартирных домов тоже есть над чем подумать. Распахнутые входные двери и окна на лестничных клетках ведут к потере тепла. Очень многое зависит и от самих жителей. То есть нужно посмотреть, как у них закрываются окна, как подогнаны рамы, окунные, дверные, особенно на балконные двери надо обратить внимание. Если люди не предполагают на зиму пользоваться балконом, значит, надо наглухо их закрыть. А если предполагают, то нужно положить такие уплотняющие материалы, которые давали бы довольно плотное закрывание этих дверей. Потом необходимо проверить свои отопительные приборы, насколько они очищены от пыли. И не захламлять их различной одеждой, что-то любят люди наши посушить. По возможности даже отодвинуть мебель, предоставить свободный доступ для циркуляции вокруг отопительного прибора. И еще один совет от ПЖКХ. Если радиаторы в квартире запотели или на них появились капли, следует незамедлительно вызывать аварийную бригаду. Телефон аварийной службы предприятия 654-76-100.